Улыбай нас! Подгоняем! Всем коллективом вместе с читателями библиотеки и телеканалом Евразия мы встречали участников международной 82 конференции. Напомним, что конгресс состоялся в августе 2016 года в городе Колумбус, штаб Огайо, США. Встреча с участниками произошла в нашей теперь уже знаменитой на весь мир IT-юрте. Директор Восточно-Казахстанской библиотеки Кабиба Акжигитова рассказала о победе нашего коллектива и значении этого события для Казахстана. Участники международной конференции, сотрудники библиотеки Бахтулы Рахимбаева и Осень Якимбаева поделились своими впечатлениями о конференции и эмоциями о поездке. Стендовый доклад-постер Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени Пушкина признан лучшим стендовым докладом Всемирного библиотечного и информационного конгресса 82 конференции и ФЛА, Международная ассоциация библиотекарей. Это первый доклад-постер в истории библиотечного дела Казахстана, который был представлен Мировому библиотечному сообществу. Всего было представлено 205 стендовых докладов от библиотек разных стран мира, в том числе две от стран СНГ – Казахстан и Россия. 18 августа на церемонии закрытия Всемирного библиотечного и информационного конгресса президент ФЛА Дон Машидер и председатель профессионального комитета ФЛА Мария Карме Торос назвали Восточно-Казахстанскую библиотеку имени Пушкина победителем в номинации «Лучший стендовый доклад». Этот проект был интересен и для других тем, что мы совмещали новые технологии и историю нашего народа, традиции. Это вот юрта, где проходят наши, многие знают наши читатели, здесь проходят наши курсы компьютерной грамотности, интернет-курсы. Затем мы показали в своем развитии, что этот проект развивался на сельской территории и рассказывали о том, что у нас в 2012 году 32 сельские библиотеки были подключены к сети интернет, затем в 2014 году их уже стало 40, потом в 2015 году уже 43. И в 2016 году по решению местной власти было постановление Акима области о подключении всех сельских библиотек в сети интернет. И когда мы показали все в этом развитии за все эти годы, это тоже имело преимущество перед другими стендовыми докладами. Затем в этом стендовом докладе были интервью наших читателей, где они писали действительно благодаря тому, что они научились на этих курсах, что они могут заходить на сайт электронного правительства и обращаться к министру, допустим, социальной защиты о неправильном пересчете пенсии, или открыл свой бизнес. Вот это тоже было плюсом для того, чтобы признание нашего стенда лучшим. Серьезными конкурентами были, конечно, корейцы и Малайзия. Вот Корея, она представила очень интересный доклад, это были такие новые технологии, которых мы даже, может быть, еще, скажем, будем двигаться к этому в онлайн-обслуживании читателей. Но наш доклад, я еще раз говорю, тем, что мы не должны забывать, так скажем, в погоне или в соревнованиях, что в новыми технологиями, мы не должны забыть. И это подрастающим поколениям должны показывать, вот рассказывать о традициях, вообще истории своего народа. Я благодарю, конечно, всех, свой коллектив, всех наших, все, кто принимали участие в разработке этого проекта, в реализации этого проекта, потому что этот проект принимали сельские библиотекари. И благодарю, конечно, нашу местную власть, которая поддержала и нашу идею, и то, что мы смогли продемонстрировать всему библиотечному сообществу мира, что есть Казахстан, есть такая библиотека, которая обслуживает и делает вот такие интересные креативные проекты. Эту победу библиотека посвящает 25-летию независимости Казахстана. Продолжение следует...